Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёка» мы обсуждаем наши текущие события и финансовые дела. И эта тема возникла в связи с тем, что буквально неделю, 10 дней назад на Народно-хозяйственной комиссии Сейма обсуждался вопрос по итогам предыдущего кризиса. И депутатам была представлена общая обобщающая картина о том, как население рассчиталось с долгами, которые возникли из-за кризиса финансового 2008 года, ипотечные долги в основном. И вот эта диаграмма вызвала большой интерес при публикации Любови Швецовой в Фейсбуке. Поэтому мы решили с депутатом Швецовой обсудить эту проблему уже в связи с текущими событиями. Потому что понятно, что сегодня многие люди испытывают уже затруднения с какими-то текущими проплатами. И, возможно, проблемы будут и с оплатой ипотечных долгов. Поэтому вот такая тема о долгах сегодня у нас в программе «Подоплёка» будет обсуждаться. Мы предлагаем вам звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 в студию и делиться своими впечатлениями и вопросами о том, как вы справляетесь с текущими финансовыми обязательствами. Есть ли у вас тревога в связи с тем, что, может быть, у вас есть какие-то кредиты, и вы опасаетесь, что возникнут трудности с погашением? Как вы намерены эту проблему решать? На прямой связи по скайпу с нами депутат Сейма Любовь Швецова. Добрый день, Любовь. Добрый день. И у микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская. Итак, долги, Любовь, Ассоциация финансового рынка опубликовала последние обобщенные данные о том, как были погашены долги предыдущего кризиса, и что показывает эта информация? К сожалению, данные о последствиях кризиса 2008 года, который был связан с очень активно используемым населением политики кредитования, которую предлагали банки, и затем последующий обвал вызвал очень большое количество должников, именно должников, в том числе и по ипотечным кредитам по ипотеке. Общая сумма сколько составляла этих кредитов? Это было примерно около миллиарда евро, из них 600 миллионов получается, вот как раз была та сумма кредитов, которые рассматривались на заседании комиссии бюджетной и финансовой в парламенте, и 200 миллионов было в результате неплативоспособности списано с людей задолженности. В любом случае, если мы посмотрим, что кризис был в 2008 году, а мы сейчас уже находимся в 2020 году, то, наверное, процедура решения вопроса по задолженностям и сама сумма задолженности 600 миллионов евро, ну, они очень-очень существенные, они показывают общую экономическую ситуацию и материальное благополучие населения Латвии. Поэтому я считаю, что, безусловно, эта инициатива погасить данную кредитовую задолженность, она назрела уже. И она назрела в том числе именно из-за того, что финансовые учреждения и банки, во всяком случае, когда её представляли, ещё не наступил кризис COVID, как бы не было последствий пандемии, то на тот момент, на первой презентации она была очень актуальна и была бы дополнительным мотиватором и стимулом для того, чтобы банки могли почистить свой баланс, могли спокойно смотреть на будущее, увеличить на балансовом отчёте свою ликвидность и таким образом включиться в дополнительную стимуляцию рынка и выдавать кредиты на более выгодных условиях. То есть одним из составляющих, как в вашей передаче называется, подоплёкой списания этих долгов, 600 миллионов, это увеличение ликвидности банковского сектора и возможность банковского сектора выделить больше средств на кредитование, опять же, тех же самых объектов недвижимости, но в более спокойной и более уравновешенной ситуации экономики. К сожалению, получается, что нагрянул следующий этап кризиса, как бы, и теперь непонятно, какие же будут перспективы кредитования тех же самых объектов недвижимости, потому что этот вопрос, я думаю, что просто-напросто подвиснет, именно по перспективе. Но в любом случае, я думаю, что это правильно данные долги списать и больше не возвращаться к этой черте, как бы, 2008 года. Плохо, что такой большой промежуток времени понадобился для того, чтобы осознать эту проблему и для того, чтобы прийти к какому-то определённому предложению по её решению. Причём 200 миллионов, как мы знаем, как я уже отметила, во время презентации на бюджетной комиссии было указано, что были списаны в результате неподвижеспособности физических лиц. И ещё очень важный момент, что вот эти... То есть получается, Любовь, извините, я вас перебью, получается так, 600 миллионов было долгов на период кризиса. Из них примерно, насколько я помню, в данной презентации, 250 миллионов были погашены самими заёмщиками, их поручителями и так далее. Где-то около 200 миллионов было списано в результате неплатёжеспособности физических лиц. И вот остаток около 200 миллионов, он до сих пор болтается как бы в балансах банков. Они должны были создать накопление на эту сумму как сомнительную в плане получения её обратно. То есть вот это именно восстановление ликвидности означает изъятие из баланса вот этих накоплений, сделанных на плохие кредиты, да? Да-да-да, это получается задолженности, которые невозможно взыскать, их невозможно вернуть обратно, они уже выведены за балансовые, как бы активные балансы банков. Но в любом случае они влияют на ликвидность банка и не позволяют более активно действовать в отношении другого ресурса, который находится в пакете банков. И они не могут по другим программам реализовывать как бы инвестиционные программы. Ну да, то есть деньги есть, но они никаких не могут. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Да. Мы вот сейчас говорили про банковский сектор, да, но есть у нас ещё и государственный сектор. Есть у нас налогообложение. Вот хотел бы одну частную историю, да, рассказать. 15-го числа мы должны сдавать отчёты об уплате социального подоходного налога с населения. Да, да. Ну расскажу историю, да. Вот мы подали отчёт 15-го, 16-го числа нам уже пришёл штраф в пенне 20 евро за неуплату налога. То есть раньше давалось 3 дня, после того, как выдаёшь отчёт, тебе давали 3 дня на оплату налога. Мы заплатили через 2 дня, то есть 16-го, и у нас выскочило пенне в 20 евро. То есть, ну, где реальная помощь государства, непонятно. То есть до кризиса, до кризиса в течение 3 дней можно было заплатить. А сейчас, во время кризиса, тебе пенни ставят сразу после того, как ты подаёшь отчёт. Понятно. Хорошо. Спасибо. Видите, я, конечно, не знаю, как бы... Каждый конкретный случай нужно рассматривать всегда индивидуально, но я бы в любом случае написала в ОДС заявление в службу госдоходов и попросила бы объяснить ситуацию с начётом пенни. Почему? Потому что за 3 дня... Ну, конечно, вопрос, какая сумма налоговой задолженности. Ну, мне кажется, что не должно было бы быть 20 евро за такой маленький срок. И потом пеня, мне кажется, не должна насчитываться на данном этапе. И, ну, для меня непонятно. Я считаю, что государство должно было бы дать возможность и даёт возможность отложить налоговые задолженности. Там подаётся заявление по стандартной форме, и служба госдоходов достаточно оперативно старается рассмотреть заявку о продлении в том числе и имеющейся налоговой задолженности. И пенни, когда сдаются отчёты, если отчёт сдан своевременно, мне кажется, что это может быть какая-то ошибка или, может быть, сбой в службе, в ВДСе, когда они принимали, а когда сдавали отчёт. Но в любом случае, это неадекватное действие со стороны службы госдоходов. И я не думаю, что это правильно, если они на самом деле за 3 дня насчитали 20 евро налоговую задолженность. Ну, я думаю, значит, наши... Сначала заявление в службу госдоходов спросила объяснить, на основании чего в ВДСе они насчитали штрафные пенни. Ну, я вот хочу тоже припомнить такую же историю. Мне кажется, кто-то тоже в Фейсбуке писал о том, что была начислена пеня. И когда налогоплательщик обратился в службу госдоходов и с таким вопросом, что, мол, государство обещало не начислять пеню вот в период этого кризиса и так далее, ему был ответ, что вы должны доказать, что у вас оборот упал больше, чем на 30%, и тогда мы вам пеню снимем. А типа, если не упал, то и платите, как и положено. Ну, хорошо, это частный вопрос, но мы сейчас вернемся снова к теме банков и долгов. Итак, получается, что на покрытие долгов 2008 года нам всем потребовалось 12 лет фактически, и до сих пор осталась треть этой суммы не погашенной. Но я припоминаю и то, что, когда обсуждался вопрос о финансовом благополучии нашего населения в таком спокойном режиме, год-два назад уже говорилось о том экономистами банковскими, что в целом ситуация сейчас намного лучше, чем в 2008 году, потому что все-таки у населения есть какие-то запасы и на депозитах накопленные денежки, и в целом ситуация более благополучная, чем была тогда. Ну и банковское, в общем, кредитование не было таким агрессивным. В данный момент все-таки требовали от людей, которые что-то приобретают, в частности, ипотеку оформляют, собственного финансирования в размере 10-20%. Поэтому можно сказать, что, может быть, проблема долгов не будет такой критичной, как это было в 2008 году. Однако вопрос о том, как государство может поддержать свои отрасли строительства, отрасли жилищного, строительства в частности, приобретения жилья, он остается актуальным. И вот в каком ключе шла дискуссия у вас в Сейме, когда вы этот вопрос обсуждали? То есть рассматриваете, смотрят ли вы вперед, смотрят ли банки вперед? Есть ли уже какие-то мысли о том, как помочь людям, которые могут столкнуться с проблемами? Я должна отметить, что, допустим, есть два аспекта. Один аспект о том, что и парламент, и депутаты рассматривали вопросы, касающиеся дополнительно финансирования именно строительства жилья и улучшения, уцепления, как же, жилищного сектора латвийской экономики. Это одна составляющая, на что смотрели позитивно достаточно и банковский финансовый сектор, и, в принципе, депутаты в том числе поддержали идею о том, что нужно было бы дополнительно мотивировать и стимулировать именно новое жилье, особенно для молодых семей, и реновацию того жилья, которое возможно утеплить, и чтобы меньше использовалось природные ресурсы, в том числе, допустим, то же самое газ, уголь, дерево для отопления. То есть энергоэффективность обеспечить и таким образом уменьшить потребление природных ресурсов. На данном этапе, я думаю, что с учётом кризисной ситуации, которая пришла абсолютно не с той, или, вернее, учёные обычно, экономисты, планируют и думают, что вот откуда бы мог прийти, и как бы он появился. Кризис перепроизводства и так далее. Да-да-да, получается, он пришёл абсолютно с другой стороны, в другой форме, и никто таким образом даже не мог предвидеть его. И ещё один момент очень существенный, который является, в принципе, самым фундаментальным. Для того, чтобы кого-то поддерживать, неважно, какие это отрасли, либо это строительство, либо, допустим, это туризм, либо это гостиничный бизнес, у государства должны быть определённые финансовые подушки, то есть резервы или жирок финансовый. И тогда мы возвращаемся к тому, а сколько же наше государство накопило вот этого финансового жирка, подушки финансовой, и сколько мы можем себе позволить, как государство, как государственный бюджет, тратить на стимуляцию запросов населения, на стимуляцию рынка и на развитие экономики. Тогда мы придём к тому, что на самом деле, получается, у нас, да, есть определённый резерв. В принципе, по сравнению с другими государствами, он уже не такой уж и плохой. Всё-таки у нас это около 2 миллиарда на момент начала нынешнего кризиса COVID-пандемии как бы было создано, и дополнительно ещё около 2 миллиардов как бы из внутренних резервов изысканно. Мы знаем, что примерно 500 миллионов подолжил инвестиционный Северный банк, и около 550 миллионов было займ на внешних рынках. И надо отдать должное, что во время отчёта на комиссии по бюджету и финансам Госкасса Латвии презентовала общую сумму задолженности Латвии. И я бы сказала, лично я оцениваю проведённые мероприятия и займ достаточно позитивно. Почему? Потому что Госкасса оперативно среагировала, и займы были взяты в тот промежуток времени, когда на внешних рынках можно было достаточно по выгодной цене закупить, вернее, выпустить облигации и получить финансовый ресурс. То есть, согласно их отчёту, практически задолженность государства латвийского общего, Госкассы, перед своими кредиторами, она не превысила ту, которая была до начала этого года. И профессионализм служащей Госкассы, я бы похвалила и сказала, что это очень проактивная деятельность была, ибо как раз вот этот рост задолженности, он всегда несёт за собой целый ряд рисков, а особенно рост внешней задолженности при уменьшении количества населения, при уменьшении рождаемости – это очень высокий риск. Никогда нельзя брать только один показатель задолженности и не оценивать его с целым рядом других дополнительных ещё факторов, которые очень существенно влияют. Ну, то есть, это задолженность, долги, которые мы берём на внешнем рынке, это фактически ложатся они на каждого жителя Латвии, как отложенные такие обязательства, которые нашим детям и внукам придётся выплачивать. Соответственно, если население будет уменьшаться, то на каждого жителя Латвии эта нагрузка будет больше. Да, да. Вы правы абсолютно. То есть, это тот риск, который нужно всегда рассчитывать, когда берётся задолженность. И вот плюс то, что задолженность взята своевременно под небольшие относительно проценты на международном рынке и при благоприятном развитии экономической ситуации, она может быть более оперативно покрыта и уменьшена. И это большой плюс. Если правительство сумеет мобилизоваться и проактивно действуя, в том числе и стимулировать развитие экономики и экспорта латвийских предприятий на внешних рынках, то в таком случае из ситуации кризиса Латвия может выйти не проигравшей и не с негативным балансом, а наоборот с позитивным. И в этой ситуации очень многое зависит, конечно, от политической элиты, а не от позиции, к сожалению. Роль оппозиции в этой роли будет заключаться только в том, чтобы критиковать, предлагать какие-то более или менее понятные решения, альтернативы решений по экономической ситуации и каким-то образом где-то поддерживать, а где-то критикуя, находить другие пути, которые более оптимально могут, например, поддержать экономику. И со стороны согласия, и со стороны других оппозиционеров, оппозиционных партий «Зелёных и крестьян», на этом заседании, которое происходило вчера в Сеиме, было предложено в том числе консолидировать расходы государственного управления. И то есть те чиновники, те госслужбы и аппарат, которые на данном этапе не занят настолько интенсивно, как решая, скажем, связанные активные проблемы с пандемией, уменьшить зарплату, уменьшить презентационные расходы и направить эти финансовые ресурсы, сэкономленные для поддержания населения. Хорошо, Любовь, давайте мы после перерыва продолжим эту тему и ещё послушаем наших радиослушателей. Сейчас буквально 2-3 минуты, и мы вернёмся в эфир. Добрый день ещё раз. Продолжаем программу подоплёка, обсуждаем проблему долгов и возможной помощи государства нашим, всем жителям в этой кризисной ситуации, стимулов, которые государство предложит для экономики, для того, чтобы те проблемы, которые у нас сейчас возникли и накапливаются, они были решены максимально эффективно. И эту тему мы обсуждаем с депутатом Сейма Любовью Швецовой. Она у нас на связи по скайпу. И предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 в студию, делиться своими мнениями о том, как вы планируете свои финансовые ресурсы и, может быть, инвестиции на будущее. Может быть, у кого-то как раз были деньги от продажи недвижимости, и он думает, что сейчас может успешно купить что-то другое, более выгодно. Вот у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну, в первую очередь, нужно взглянуть, так называемые истории, 2008-2009 год, откуда это образовалось и как оно образовалось, и почему оно произошло, и могло ли быть, и не быть такого. Могло и не быть такого. Значит, причина этой предыдущего кризиса в Латвии сильного произошла из-за того, что в Америке произошел финансовый кризис, да. Что касается Латвии, в Латвии, безответственно, подошло государство и банки. В чем оно заключается, их безответственность? Кредитовали направо-налево, давали 110, как говорится, процентов для покупки, плюс еще на ремонт и так далее, да. Из-за этого, во-первых, давали, работали спекулянты. Что это за спекулянты? Которые, согласно того существующего законодательства, покупали недвижимость, например, там за 50 тысяч евро, продавали через какой-то год уже за 55, за 60 тысяч и так далее. Все поднимали, все в народе об этом все говорили. Но государство ноль внимания, да. Банки тоже вовсю кредитовали. В конечном счете, двухкомнатная квартира, назовем 602 серии, из каких-то 20-30 тысяч загнали ее до 90 тысяч евро. Ну, мы все это помним, извините, я вас перебью. Так вот, в чем причина, в чем причина, прежде анализируйте. И сейчас тоже ситуация повторяется. Я могу сказать, в чем она заключается. Она заключается в том, что государство не хочет видеть ту часть населения, которая, мелкий бизнес, который на сегодняшний день, он сам владелец, он сам и работник. На сегодняшний день они не могут встать ни на биржу труда, они не могут и так прочее, и прочее. Государству лучше подойти более грамотно. То есть, выдать каждому по жителю взрослому по 1000 евро 500 для детей и дать возможность, эти деньги пойдут на активизацию самого рынка для поддержания. Сейчас распределять тем, кому это не нужно будет, а масса людей окажется за бортом. И когда все это закончится, будет чемодан, вокзал и так далее. Так же, как и прошлый раз. Вместо того, чтобы повернуться и сделать какую-то государственную программу и перенять все кредиты 2008 года, государство повернулось с пивной вместо с банками. Банки после на аукционах приобретали по копейкам эту недвижимость. Вот если сейчас не сделают выводы, у нас история повторится. И тогда будет кризис куда тяжелее. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Ну да, действительно, была такая ситуация со спекуляциями в 2008 году. Но мы сейчас понимаем, что немножко все-таки она изменилась и значительно изменилась. Но спекулятивных таких сделок с недвижимостью уже не происходит, поскольку законодательство, кстати, изменено. И оно сейчас не позволяет этим заниматься. Но проблема, наверное, в том, что... Проблема в том, что при общем кризисе платежеспособности упадут цены. И тогда те, ну, обязательства, которые принимал на себя заемщик перед банком, их трудно будет покрыть при срочной реализации недвижимости. Вот в этом есть вопрос. Еще у нас есть звонок. Поговорим с вами. Добрый день. Добрый день, Константин. Вынужден огорчить предыдущего товарища звонившего. Государство ничего рассмотреть не будет. Можно даже на это не надеяться. И не запрещено сейчас спекулировать недвижимостью. Просто налог чуть-чуть побольше. То есть, если ты вилку ставишь побольше, то, уплатив эти 25%, ты спокойно можешь спекулировать, как и раньше. А если кризис продлится больше шести месяцев, на которые банки теоретически могли бы давать каникулы, то вот тогда выброс на рынок недвижимости, которая не может быть оплачена кредитополучателями, опалит рынок. То есть, у нас здесь срок до конца года. Но, я хочу сказать не об этом. Кто в Латвии живет, тот в церкви не смеется. То есть, надо посмотреть отношение государства к населению. Германия выдала, уже выдала, по 9 тысяч каждому предпринимателю для покрытия своих текущих расходов. Уже выдала. Англия рассматривает по 7 тысяч выдать. Эстония рассматривает по 4 тысячи выдать. Что сделала Латвия? Латвия сказала, какие налоги ты платил, не платил. Вот тебе 700 евро. Но, чтобы получить эти 700 евро, ты должен пройти 15 фильтров проверки. Германия выплатила просто деньги сразу. Ну да, то есть, они воспринимают это как социальный проект, а у нас это в очередной раз превратилось в сведение счетов. В сведение счетов, то есть, вынуждение заплатить долги по налогам, и то 3 месяца. И самое смешное, мне понравилось, в прошлой передаче была, служба госдоходов дает отмашку, платить эти 700 несчастные евро или нет. Окей. Приходит человек получать за этим пособием. И служба госдоходов ему говорит, ты не можешь получить. Почему? У тебя задолженность. Какая задолженность? По налогам. Нету задолженности. Как? Вот задолженность. Вот справка, налоги оплачены. Ой, извините, у нас 2 месяца задержка обновления базы данных по долгам, по налогам. То есть, в Латвии официально у службы госдоходов есть буфер по размере 2 месяцев пользования вашими деньгами и не выплачивания вам никаких пособий, потому что у них обновляется база поступления денег раз в 2 месяца. То есть, человек, пришедший за своими жалкими 700 еврами, Ну, на самом деле, говорят, что средняя сумма 236 составлять, никаких не 700. Да, ну, тем более, да. Неважно, если ты получал зарплату полторы тысячи и платил налоги две с половиной, ты все равно, это я напоминаю, кстати, к 9-му году отсылку. Хочу напомнить, была точно такая же история, во-первых, помните, с пенсионерами, когда у работающих пенсионеров забрали зарплаты налога, а во-вторых, с беременными мамами. То есть, вот это я на себе ощутил, у меня как раз родился сын в 2009 году, и получала была хорошая белая зарплата, у меня и у супруги. Мы должны были получать пособие по уходу за ребенком в первый год жизни, а от зарплаты там, ну, под тысячу лад. А наше государство сказало, вот тебе один слад в сутки, мне не волнуйся, сколько ты платил налога, вот тебе 300 лад в месяц и свободен. Да. При том, что пособие по беременности составляет 75% уплаченную от зарплаты белой. То есть, кинули тогда. Да, и точно такой же момент по налогам и по выплатам с этими 700 еврами сейчас. То есть, средняя зарплата 2000 евро где-то у молодых, вот я с айтишниками работаю, знаю, соответственно, они платят с 3000 налог, то есть, на руки, чтобы получить 2. А сейчас им предлагают 700 евро и свободен. То есть, государство на 1300 евро каждого человека кидает со средней айтишной зарплаты в 2000 евро. То есть, в Латвии в своем репертуаре ничего не поменялось, это ответ предыдущему звонившему, и никогда ничего не поменяется. Можно даже не надеяться. Но если протянется вся эта история 6 месяцев, вот тогда мы к Новому году получим обвал недвижимости, когда эти квартиры, по которым люди не могут платить. А, и, кстати, по поводу кредитов. Банки, что наше, опять же, латвийское ноу-хау? Если вы просите, я позвонил сам в банк, в Цитадели лично, и сказал, я хочу кредитные каникулы, там у меня маленький кредитик, есть хвостик. Они говорят, отлично, мы заключаем с вами договор, но у вас был договор в 2006 году, по очень хорошим процентам, если вы хотите кредитные каникулы, мы заключим с вами новый договор с другими процентами. Девочка, которая меня обслуживает, мне потом сейчас на беседе сказала, с намного худшими процентами. То есть, используя для кого-то кризис, а для кого-то мать родная. Использование всей этой ситуации в экономике для пересмотрения своих обязательств в лучшую сторону, свои личные выгоды делают латвийские банки. То есть, все то же самое, что было в 2009 году. Спасибо за ваше мнение. Да, Константин, удачи вам. У нас есть еще звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. С таким удовольствием слушаю, что говорят люди. А еще с большим удовольствием я слышал, как на вопрос, что же делать, или почему это происходит, и у вас возникла очень большая пауза, как будто вы хотели что-то сказать, но почему-то не решились. Может быть, я попробую озвучить то, что вы хотели сказать, да? Да. Чтобы мы не говорили, а в государстве нет денег. И с этим, просто с этим надо смириться. Можно все что угодно говорить. Что нам дали по 500, по 1000, по 10 тысяч. Но нет денег в государстве. И вот это самая плохая ситуация. Тут недавно я прочитал, что кому-то выплатили пособие 4 евро. И я просто подумал. И они обосновали тем, что человеку, видимо, давали зарплату в конверте. Я подумал, если он где-то работал официально, если он пришел за пособием, значит, у него минимальная зарплата была по-любому, там, 400 чем-то. Ну, может быть, это было какое-то микропредприятие или там... А в микропредприятии тоже есть минимальная зарплата, знаете. Она во всем государстве существует. Поэтому если он получал эти 400 чем-то евро, ему 70 процентов... 75 он как минимум должен был получить. А если он получил 4, у него что, зарплата была 7, а остальное ему в конверте... Ну, это бред. Ну, вы знаете, наверное, здесь вопрос вообще сейчас вот не в сумме даже, а в том, как государство строит свои отношения с людьми, да. То есть вот предыдущий наш собеседник говорил о том, что Германия выплачивает просто как бы как социальную помощь людям, независимо от того, там, платили ли они налоги, где и кем они работали, просто понимая, что людям нужно как-то продержаться, им нужно не умереть с голоду, да, грубо говоря. Я вас прекрасно понимаю. А у нас как бы получается, что сейчас государство использует эту ситуацию для того, чтобы сводить счеты, там, наказывать кого-то, кого-то, так сказать, ранжировать, делить людей на хороших и плохих, но какие бы они ни были, они все люди, и им надо как-то жить. Вот в этом вопрос. То есть государство не рассматривает нас как людей, которым нужно жить. Помните, что государство это делает не от хорошей жизни. Оно может завтра выплатить каждому жителю нашей замечательной страны по 5 евро. У нее больше нет денег, понимаете? Поэтому она вынуждена каким-то образом обрезать, устраивать фильтры, кому-то давать, кому-то не давать. Извините, вот я с вами сейчас не соглашусь. Секундочку, я вас не соглашусь с вами. Знаете почему? Потому что, как мы знаем, в качестве пособий с большим скрипом за последние там несколько дней или неделю-две выплачено было порядка там 10 миллионов евро. Однако на увеличение уставного капитала авиакомпании Air Baltic одним решением правительства было выделено 36 миллионов и сейчас на кону еще 150 миллионов. То есть дело не в том, что нет денег, а дело в том, что эти деньги получают опять-таки те, кто ближе к власти, те, кто может, как говорится, лоббировать свои интересы более эффективно. И в этом дело, а не в том, что денег нет. Вы не согласны? Вот согласен. Вы вот ответили на вопрос. Денег нету. Те деньги есть, которые дают тем, кто ближе к власти и кто потом сможет принести, по крайней мере, больше доход. Ну, вот может быть так. Наверное, я как частный предприниматель, конечно, Air Baltic, потому что на Air Baltic работает множество людей. Это не только самолеты, это аэропорт, это международные перевозки, это налоги. Ну, уже не работают эти множества людей, как вы знаете, они уволили почти половину своих сотрудников, и восстановление этой отрасли, оно под большим вопросом. То есть, ну, понятно, что это крупная компания. Нет, там карантин снимут, карантин снимут и будут летать. Ну, под каким вопросом? Ну, частные предприниматели под большим вопросом. А Air Baltic нет, там вопросов никаких нет. Ну, хорошо, будем надеяться, что ваши оптимистические прогнозы насчет Air Baltic реализуются. Спасибо вам за ваш звонок. И у нас просто какой-то, получается, конференция получается из нашей программы сегодня. Еще один звонок, давайте послушаем. Она уже сорвалась. Так, еще одна линия. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, еще разок. Вот предыдущий вашей звонил, а где взять деньги, где их взять? Они есть, доступные, около 4 миллиардов, которые специально предназначены для поддержания. Если на сегодняшний день получат люди, которые имеют близки, как он и сам говорил, к власти, эти деньги раздеребанят, оплатить он сам будет, я, другой, третий, десятый. Поэтому, наверное, было бы разумнее поддержать всех, потому что последствия будут после, очень плачевные, и народ будет уезжать, потому что те люди, которые окажутся за бортом, у них есть, кстати, и кредиты. Но они не могут встать ни на биржу труда, они не могут получить 700 этих евро. Они вынуждены каким-то образом это делать. Или банкротиться в будущем, или дожить до того, как будут открыты границы и уехать отсюда. Это та же самая история, что было в 2009 годах, когда масса людей было отоварено государством по недвижимости, но государство отвернулось. Хотя в Америке, в Америке, во время этого кризиса государство давало 6 тысяч долларов, лишь бы люди брали, покупали недвижимость, то есть активизировать. У нас повернули спином и дали возможность людям уехать. А после тратить миллионы на какое-то приглашение, делать какой-то липовый, приглашать людей, сажать их где-то в государственных структурах, пытаются на радио и так далее, вешать лапшу на людям. Люди уехали от чего? От того, что государство отнеслось несерьезно вместе с банками. Сейчас ситуация повторяется. Понятно. Хорошо. У нас есть еще один звонок. Добрый день. Говорите. Алло. Здравствуйте. Это Алексей. Да, очень приятно. Вот смотрите, государство разместило евробонды там на какие-то там, по-моему, почти полтора миллиарда. Плюс еще банк какой-то норвежский или какой-то скандинавский одолжил там 500 миллионов. То есть государство почти 2 миллиарда евро заимствовало, имея так огромные долговые обязательства, маленькое государство, имея огромный долг, увеличило их на 20% еще. Лично я был бы против того, чтобы находясь в таком кризисе, еще одалживать денег гигантских. Ну, видите, мы с одной стороны хотим, чтобы нам всем помогали, а с другой стороны понимая, что в государственной кассе на 1 марта было всего около 500 миллионов евро свободного остатка денег. Только что человек сказал, что 4 там с чем-то миллиарда есть на это дело, на аборист. Ну, вот это же заимствованное средство. Ну, нет, из них 2 миллиарда почти заимствованные, но вы говорите 500, то есть точно мы не можем определить. Нет, ну, есть данные госкассы, да, их можно посмотреть. Я не думаю, как гражданин Латвии, я против того, чтобы отдалживали деньги, находясь в плачевном положении, еще больше залезать в эту долговую яму. А когда речь идет о том, чтобы помогать простым людям, то им начинают показывать такой жирный кукиш и какие-то там 200-300-500 евро, 238, а само государство отдалживается на полную. То есть увеличить и так гигантский неподъемный долг, увеличить его еще, это, я считаю, это вообще ужас просто. Это вытечет тем, что мы будем все у разбитого корыта. Понятно, спасибо. Ну, еще последний звонок, время передачи заканчивается. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, еще раз, 4 миллиарда имеют разную структуру, там 2 миллиарда резервы, как сказали, часть дал Евросоюз, часть одолжили, неважно, эти деньги уже взяли, они есть. Вот, почему их не дают? Я, как представитель мелкого бизнеса, могу сказать, что никто, у меня масса знакомых, никто ничего не получил. Если получают через какие-то проверки, люди не рискуют идти на эти проверки. Понятно, спасибо вам большое за ваш комментарий. У нас очень много звонков, и Любовь Швецова уже у нас вышла из эфира, поэтому я, так сказать, подведу итог этой программы. Итак, мы поняли, что предыдущий финансовый кризис очень больно ударил по населению Латвии. Фактически на 12 лет задержалась выплата долгов, и треть суммы из 600 миллионов евро так и не была возвращена банкам. она продолжает оставаться как долг в балансах банков, и этот вопрос никак не решен был до кризиса с пандемией, и сегодня, фактически, не решив предыдущую проблему, мы сталкиваемся с новой, с новой проблемой стимулирования экономики, изыскания ресурсов и решений для того, чтобы эту экономику как-то двинуть вперед после того, как закончатся карантины, и, к сожалению, мы видим, что в этой ситуации государство не предлагает каких-то решений для того, чтобы нам всем показать свет в конце тоннеля, а занимается сведением счетов с предпринимателями, с жителями, наказывает их невыплатой пособий каких-то даже минимальных для того, чтобы люди могли жить, выживать и кормить свои семьи. Ну, будем надеяться, что какая-то доля здравого смысла появится и в действиях нашего правительства, и к этому нас побуждает недавнее высказывание нашего премьер-министра Каринша, который вдруг увидел, что во время всеобщей самоизоляции какие-то чиновники остались не совсем при работе и можно было бы их сократить, однако мы видим, что это предложение уже внутри правящей коалиции вызвало резкие протесты со стороны министра среды и регионального развития Пуцы. Ну, в общем, как-то процесс идет, дискуссии продолжаются, и я надеюсь, что нынешняя ситуация как кризис, а кризис это очищение, позволит нам более трезво смотреть на наши государственные финансы, на наши личные финансы и более разумно планировать свое будущее. Спасибо вам, что вы были с нами в программе Подоплека, у микрофона была автор и ведущая Людмила Прибыльская, до встречи через неделю, всего доброго.